МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Суфико, и я ее ведущая, Суфико Шеварнадзе. Противостояние на востоке Украины обернулось кровопролитием, и без вмешательства мировых держав не обойтись. Несмотря на жесткую риторику, США, Евросоюзу, Россию и Украине удалось достичь соглашения в рамках мирных переговоров в Женеве. Но будет ли этого достаточно, чтобы избежать гражданской войны на Украине? Об этом мы поговорим с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. На Украине назревает гражданская война. На востоке страны, где жители не признают самопровозглашенное правительство в Киеве и призывают Россию вмешаться в ситуацию, пролилась кровь. Что может спасти Украину от раскола? Можно ли предотвратить дальнейшее кровопролитие? В чьих руках находится мир на Украине? Господин Лавров, спасибо, что согласились уделить нам время. Спасибо, что пригласили. Вице-президент США Джо Байден сказал во время недавнего визита в Киев о том, что время поджимает, что России надо поторопиться и выполнить свои обязательства, взятые в Женеве. А каких действий ждут от России? Трудно сказать. Я практически ежедневно обсуждаю этот вопрос с Джоном Керри. И честно признаться, наши американские партнеры предпочитают перекладывать всю вину на Россию. В том числе за начало конфликта. Они считают, что именно мы должны предпринимать какие-то шаги. Обвиняют нас в том, что на востоке и юге Украины присутствуют российские войска и агенты. Говорят, что стоит России только отдать приказ, и незаконно захваченные здания будут тут же освобождены. Что именно Россия должна убедить восток и юг Украины отказаться от требований федерализации и проведения референдума. Ну и так далее. Это полное искажение поставленных нами задач. В Женеве мы все договорились о едином подходе к любым незаконным действиям на Украине. Будь то в Киеве, на западе, на востоке или же на юге Украины. Те, кто первым начал незаконные действия, должны пойти на деэскалацию первыми. Майдан до сих пор оккупирован. Здания в Киеве и некоторых других городах до сих пор захвачены. А те, кто поджег здание штаб-квартиры Коммунистической партии и Дома профсоюзов в Киеве, вообще избежали преследования. Это ненормально. Подобное событие невозможно представить ни в одном европейском городе. Не говоря уже об инциденте со снайперами. О нем вообще все забыли. Мы только и слышим. Давайте сосредоточимся на борьбе с террористической угрозой на востоке и юге страны. В Женеве мы договорились положить конец любой форме насилия. Буквально на следующий день Александр Турчинов объявил в стране практически чрезвычайное положение и приказал армии открывать огонь по людям, принимающим участие в мирных акциях протеста. В Женеве мы договорились о полном отстранении от власти экстремистов. Однако партия «Правый сектор» до сих пор ведет очень активную деятельность. А после конференции в Женеве боевики «Правого сектора» устроили провокацию и убили нескольких человек неподалеку от Славянска, прямо в пасхальное воскресенье. Таким образом, ни одна из договоренностей, достигнутых в Женеве и адресованных киевским властям, не была выполнена. Да, они представили проект закона об амнистии. Но, насколько мы понимаем, он не распространяется на политзаключенных. Да, они объявили перерыв в так называемой контртеррористической операции. Однако после визита Джо Байдена в Киев операция была вновь переведена в активную фазу. Даже сам момент для объявления о возобновлении операции говорит о многом. Особенно с учетом того, что начата эта операция, была сразу после визита в Киев Джона Бреннена. Так что у меня нет никаких оснований сомневаться в том, что Соединенные Штаты очень плотно руководят всем процессом. Вы призвали мистера Керри надавить на Киев. Получается, вы признаете, что у Штатов есть реальные возможности влияния на ситуацию на Украине? А что они могут сделать? Я думаю, так оно и есть. Не на страну в целом, но на режим, который пришел к власти в Киеве. США имеют на него огромное влияние. Они ведут себя гораздо более прямолинейно, не испытывая каких-либо угрызений совести, по сравнению с европейцами, которые стараются действовать более деликатно. Поступает очень много информации о роли сотрудников ЦРУ в развитии ситуации на Украине, об их присутствии на территории страны. Часть из них расположились в здании СБУ, где они занимают целый этаж. Кроме того, вновь появилась информация о роли американского посольства в событиях на Майдане. Оно напрямую взаимодействовало с вооруженными активистами, которые планировали совершить незаконные действия, как то штурм зданий и так далее. Убедительного опровержения этой информации мы так и не услышали. Конечно, когда каждый день по телефону слышишь от Джона Керри о необходимости принятия определенных шагов, когда понимаешь, сколько тысяч километров разделяют Украину и США. И видишь, как американцы обеспокоены тем, что спонсируемый ими режим не реализует очевидные шаги. Невольно складывается впечатление, что Соединенные Штаты Америки в значительной степени командует парадом. Россия неоднократно заявляла, что не считает правительство в Киеве легитимным. Но тем не менее, дипломатические встречи на высшем уровне проводятся. Я имею в виду, в Женеве и в Гаге вы встречались с украинским министром иностранных дел. У Москвы есть какие-то рычаги влияния на Киев? У Москвы нет никаких рычагов воздействия. А на Восточную Украину? Жители Восточной Украины взбунтовались после того, как в течение нескольких месяцев их интересы попросту игнорировали. Они увидели, что произошло в Киеве из-за Майдана, правого сектора и других экстремистских группировок, как под снайперским огнем погибли десятки людей и как все те, кто выступал против правительства Януковича, тут же получили амнистию. Однако сейчас для тех, кто просто проявляет политическую активность на юго-востоке Украины, об амнистии речи не идет. Поэтому, да, мы понимаем, что привело к бунтам на востоке и юге Украины. Люди, которые вышли на улицы, просто не хотят, чтобы там повторилось то же самое, что произошло в Киеве, и что, между прочим, пытались сделать и в Крыму. И эти люди, конечно же, хотят поддерживать дружеские отношения с Россией. У них много родственников в России, и они очень внимательно прислушиваются к позиции России. Но это люди, а не марионетки. И невозможно гарантировать, что они будут готовы безоговорочно поверить любым обещаниям Киева. Они уже не верят словам. Им нужны реальные действия. Правящему режиму следует отозвать приказ о применении вооруженных сил против народа. Режиму следует освободить политических заключенных. Им следует начать выполнять те обязательства, которые они взяли на себя 21 февраля, подписав соглашение, в котором сказано сдать все незаконное оружие и начать разоружать правый сектор. И пора прекратить просто говорить, мы обеспечим участие в конституционном процессе всех регионов. Нужно это сделать, сев за стол переговоров. И вместо заграничных поездок я слышал, что Яценюк собирается посетить Ватикан. Я считаю, что лучше ему было бы поехать на юг страны. Во время его предыдущей поездки туда на прошлой неделе он встретился только с теми лицами, которых сам туда назначил, но не встречался с самими протестующими, а именно там следует вести работу нынешним киевским властям, если они действительно претендуют на то, чтобы представлять всю страну. Люди на Западе и не политические правящие круги, а обычные люди думают, что то, что происходит на юге и востоке Украины, очень похоже на то, что происходило на Майдане. Поэтому у них возникает вопрос, а почему Россия в этом случае не возмущена так же, как она была возмущена тем, что произошло на Майдане? И почему Россия ничего не предпримет, чтобы этих людей успокоить? Я не думаю, что нас можно упрекнуть в пренебрежении их проблемами. Мы с ними солидарны. С помощью политических инструментов мы настаиваем на том, чтобы их интересы учитывались. Именно поэтому мы приняли участие в Женевской встрече, где согласовали документ, который оговаривает равные права и свободы для всех, кто участвует в законодательном процессе. Исходя из понимания, что Временное правительство, или как оно себя называет, обязано сделать первый шаг в этом направлении и положить конец всем беззаконием, которые продолжают происходить в Киеве и в других регионах страны, не только на юге и востоке. Что касается Юга и Востока, лидеры, избранные населением, заявили о готовности сдать оружие и освободить захваченные здания при условии, что правительство прекратит издавать незаконные приказы о применении вооруженных сил и выполнит свои обязательства в отношении правого сектора и прочих экстремистов, а также относительно захваченных зданий в Киеве, которые так и не переданы властям до сих пор. Когда мы настаивали на том, чтобы Женевские соглашения выполнялись в полном объеме, начиная с освобождения захваченных зданий в Киеве, с американской стороны поступило заявление, если не ошибаюсь, от Виктории Нулан, что эти здания заняты законным образом, поскольку киевские власти выдали лицензию тем, кто занял эти здания. Поэтому они теперь находятся там на законном основании. Трудно поверить, что такие аргументы вообще выдвигаются всерьез. Соглашения с Западом от 21 февраля были нарушены и проигнорированы. Теперь Женевские соглашения, они тоже игнорируются? Так и есть. Если все эти соглашения с Западом не выполняются, то что тут договариваться? Это вообще возможно? Соглашение 21 февраля было подписано для того, чтобы заставить Януковича отказаться от применения полиции и не объявлять чрезвычайное положение. Он выполнил и то, и другое. Так что, по сути, с его стороны, это было равносильно акту капитуляции. Свою часть обязательств он выполнил полностью, его обвиняя в том, что он не подписал закон о возвращении к прежней Конституции. Но этот закон все равно вступил в силу. В общем, все требования оппозиции были выполнены. А вот сама оппозиция так и не выполнила условий соглашения. Поэтому встреча в Женеве должна была вернуть все в прежнее русло, включая запуск процесса конституционной реформы с участием всех украинских регионов. Итак, соглашение заключили, но его не соблюдают те, кто должен был сделать первый шаг. Это они должны сделать первый шаг? Именно. А Россия не может заставить отряды самообороны сложить оружие? Нет. К тому же у нас нет никакого морального авторитета и никакой возможности заставить Юго-Восток принять какие-то меры в одностороннем порядке, особенно учитывая, что им противостоит армия и правый сектор, который давно уже нужно было разоружить. При этом все больше и больше людей попадает в тюрьму по политическим мотивам. Спасибо, господин Лавров. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, после чего продолжим беседу с Сергеем Лавровым о кризисе на Украине. Оставайтесь с нами. У нас в гостях Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Вы говорите, что у России нет никакого желания вторгаться на Украину. Дмитрий Песков подтвердил, что контингент на границе с Украиной был недавно усилен. Наверняка есть какой-то сценарий, наихудшее развитие событий, при котором войска будут введены. Что это за сценарий? Что должно случиться, чтобы до такого довести? Если на нас нападут, естественно, мы будем защищаться. В случае непосредственного ущемления интересов России и российских граждан, например, как это было в Южной Осетии, нам ничего не останется, как отреагировать в полном соответствии с международным правом. Агрессия против российских граждан равноценна агрессии против самой России. Единственное, что я хотел бы сейчас подчеркнуть, это то, что российские войска сейчас находятся на российской территории. Россия удовлетворила запрос на проведение инспекции в рамках так называемого Венского документа 2011 года и договора по открытому небу. Инспекторы посетили районы размещения войск, участвующих в учениях, и провели наблюдательные полеты над этими районами. Никто из них, ни американцы, ни украинцы, ни европейцы, не нашли ни единого доказательства того, что действия России несут какую-либо угрозу. Мы находимся на своей территории и не совершаем ничего такого, что было бы запрещено международными обязательствами. Украинские войска тоже находятся на своей территории. Однако разница состоит в том, что они получили приказ Турчинова использовать оружие против мирного населения. А это преступный приказ. Вы столько времени проводите с Джоном Кэрри, несмотря на разногласия политического плана, на личном уровне. Вы как думаете, с ним можно договориться? Мы достигли соглашения по Сирии, достигли соглашения по Ирану, пришли к соглашению по Украине 17 апреля в Женеве. На личном уровне отношения между нами складываются очень хорошо. Но мы также понимаем, что есть начальники, есть советники. Иногда это только мешает делу. Я неоднократно говорил Кэрри, что мы не считаем эти отношения настоящим партнерством. Ведь на практике, какой бы вопрос мы ни обсуждали, они пытаются взвалить на нас всю ответственность целиком. Не будь вопросом с Украиной, было бы что-то еще. Так же, как это произошло изначально с Ираном, когда американцы говорили, вы должны, должны, должны. Если бы только Россия сказала Ирану, если бы только Россия перестала продавать оружие иранцам, они бы тут же сдались. И тогда все бы сразу наладилось. И ядерный вопрос был бы решен. Затем случился сирийский конфликт. И нам говорили, и до сих пор говорят, если бы только Россия изгнала Асада, все бы сразу встало на свои места, воцарилась бы демократия, ну и так далее, и тому подобное. Получается, что решение иранского вопроса зависит только от России. Решение сирийского вопроса зависит только от России. Правда, говорят, что от России и Ирана. А теперь и решение украинского вопроса целиком и полностью зависит от России. Я бы сказал, что это абсолютно эгоистичный и нереалистичный подход, а также попытка свалить на других собственную ответственность. К слову о Сирии. Недавно было сделано заявление, которое, к сожалению, поддержал и представитель ООН. Американцы недавно заявили, что выборы, назначенные президентом Асадом на 3 июня, будут нелегитимны, поскольку сначала должно быть сформировано переходное правительство на основании новой конституции. В Женевском коммунике по Сирии действительно сказано о необходимости создания переходного правительственного органа, который бы разработал конституционную реформу, а затем, на основании этой реформы, уже должны состояться всеобщие выборы. Однако такая же последовательность была указана и в соглашении об урегулировании украинского кризиса, подписанном 21 февраля. Сначала формирование правительства национального доверия, затем конституционная реформа, и только потом, после провозглашения новой конституции, состоятся выборы. Люди, которые организовали переворот, свергли законного президента, захватили власть и провозгласили себя правительством, изначально вообще не вели речи о конституционной реформе. Они говорили о том, что 25 мая состоятся выборы президента. Когда мы напомнили им о необходимости конституционной реформы, без которой юго-восточная часть Украины не признает легитимность происходящего, они вспомнили об этом обязательстве, но решили отложить это действие на потом. То есть Россия не признает результаты этих выборов? И Запад считает, что это совершенно законно. Те же самые люди, которые заявляют, что президентские выборы в Сирии будут нелегитимны без конституционной реформы, уже признают легитимность выборов украинского президента, назначенных на 25 мая, безо всяких конституционных реформ. Когда вы разговариваете с американскими политиками, вы думаете, они готовы на жесткую конфронтацию с Россией? Готовы ли они буквально откопать томогавки ради Украины? Как я уже говорил, дело не в Украине. Украина всего лишь один случай, в котором проявляется нежелание Америки уступать в геополитической борьбе. Американцы не готовы признать, что они уже не могут единолично командовать парадом во всех уголках планеты из Вашингтона. Не могут навязывать всем свои готовые решения. И они не могут понять, точнее, я думаю, они уже начинают понимать, но по-прежнему продолжают инстинктивно придерживаться позиций, что им не надо считаться с мнениями и интересами других. Они хоть и медленно, но меняют свое отношение, благодаря чему нам удалось достичь некоторых компромиссов в вопросах сирийского химического оружия, иранской ядерной программы, а также компромисса по Украине в Женеве. Но после достижения договоренностей они пытаются получить свое, а свою часть договоренностей не выполнять. Возможно, это естественная реакция стороны, желающей получить результат, полностью соответствующий ее интересам. Но тем не менее. К примеру, в вопросе иранской ядерной программы договоренность была очень четкой. Но в процессе ее выполнения американцы начали добавлять в нее новые требования. Так, ракетная программа Ирана никогда не обсуждалась в рамках тех переговоров, и этот вопрос не вошел в соглашение, подписанное в Женеве в ноябре прошлого года. Однако, когда соглашения стали приводить в исполнение, США подняли вопрос о ракетной программе, что, в свою очередь, могло подорвать весь процесс переговоров. С Сирией случилось то же самое. Мы подписали соглашение о химическом разоружении, которое протекало и до сих пор протекает довольно успешно. Представители ООН и Организации по запрещению химического оружия, которые участвовали в процессе, дали свою положительную оценку. Однако, с самого первого дня США подняли тревогу. Стали заявлять, что сирийское правительство тянет время, не исполняет взятые на себя обязательства. При этом США в своих заявлениях полностью пренебрегали фактами, что для исполнения обязательств Сирии требовалось больше военной техники. В чем Россия и Китай ей помогли? Что необходимы были люди, которые контролировали бы действия вооруженных экстремистов и джихадистов, не допуская никаких провокаций с их стороны, пока запасы химоружия транспортировались из мест хранения в порт и так далее. То есть, каждый раз, когда мы подписываем какое-либо соглашение, США начинают перекладывать ответственность за любого рода задержки на плечи других. Или, что еще хуже, начинают выдвигать новые требования, которые совершенно противоречат достигнутому соглашению. Именно это они сейчас и делают, по отношению к Женевскому соглашению по Украине. Я очень надеюсь, что они будут вести себя ответственно и думать не о собственных геополитических планах и интересах, а о будущем Украины. Украина – наш самый близкий сосед. Ее жители связаны с россиянами, близкими и родственными узами. Если все мы будем думать не о том, кто получит Украину, а о самой стране, и о том, как сами украинцы видят свое будущее, помочь им прийти к компромиссу и достичь национального примирения не так уж и сложно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, большое спасибо за интервью. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok